Здравствуйте на ТНТ События дня. Все самое интересное из жизни областной столицы расскажу вам я, Мария Суворова. Смотрите сегодня в выпуске. Важнейшую магистраль областной столицы, улицу Ленинградскую, начали ремонтировать дорожники. Нет покрышкам. В Вологе по приписанию Роспотребнадзора демонтируют шины с территории детских садов. Более 20 миллионов рублей получили вологовские предприниматели по программе господдержки. Работа кипит на перекрестке проспекта Победы и улицы Ленинградской. Это одна из важнейших магистралей города. С огромным трафиком. Дорожники применяют уникальную технологию. Асфальт меняют одновременно на двух полосах. Чтобы ускорить процесс и избежать спаечного шва. Покрытие здесь будет особо прочное. Щебеномастичный материал асфальтобетонный. В нем очень повышенное содержание щебня. Крупностью 20 миллиметров. То есть он очень низносостойкий. Он не подвержен колейности. Все это позволяет сделать дорогу ровной и качественной. И это особенно важно и для водителей, и для пешеходов. Масштабный ремонт дорог в Вологде проходит с учетом мнений и пожеланий жителей, которые в свою очередь активно подключились к контролю за работами. Улица Ленинградская не исключение. Депутаты и представители ТОСов пообщались с подрядчиком, уточнив у него все важные нюансы. Не только уникальные технологии, но и качество, которое соответствует всем нормам и требованиям. Здесь присутствует все это благодаря тому, что коллективные действия команды и правительства нашей области, и администрации города Вологды, и активистов всех ТОСов приводят к тому, что огромный объем работ просто беспрецедентный. Я рад, что есть такая возможность посмотреть саму и проконтролировать ход работ. Я как сам автомобилист, меня очень радует, что такой объемный масштаб работы у нас сделается. С ремонта улицы Ленинградской стартует второй этап масштабных дорожных работ, которые идут в Вологде, начиная с мая. Эта работа идет в том числе и в рамках проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги». Уже заменено более 130 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Отремонтированы улицы Октябрьская, Ленина, Мира, Герцена, Конева, Окружное шоссе и другие. Заменен асфальт на Ленинградском и Октябрьском мостах. Продолжается ремонт проспекта Победы. Теперь специалисты сконцентрируются и на других важных магистралях. У нас заключены контракты после проведения соответствующих процедур. По данным контрактам будут выполнены следующие улицы. Это улица Чернышевского, Ленинградская, проспект Победы, Батюшково, судоремонтная, Козленская многострадальная и Пашхонское шоссе. Напомним, работы по замене асфальтового покрытия в областной столице планируется завершить в сентябре. Всего в этом сезоне будет отремонтировано около 400 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Параллельно восстанавливают тротуары и пешеходные зоны. В первую очередь подходы к школам и детским садам. Их по поручению главы Вологды должны сдать к 30 августа. На всех этапах ремонт контролируют представители общественности и городских властей. Егор Канавин, Максим Тышковец. События дня. Покрышки, ранее используемые в качестве ограждений и цветников, начали вывозить с территории детских садов Вологды. Ликвидировать шины с проглочных площадок – таково предписание Роспотребнадзора. Одними из первых субботник провели в 101-м детском саду «Машенька». Всего было собрано около 200 покрышек. Помогли шефы детского сада. Предприятие «Вторресурс» организовало сборы и утилизацию шин. Эта работа проводится в рамках проекта партии «Единая Россия. Детские сады детям», главная задача которого – создать комфортные условия развития и обучения для малышей. «Поддержание здоровой и безопасной территории имеет особое значение. Это не только зеленое насаждение, это включает в себя все спортивные сооружения, которые должны соответствовать требованиям. Под этими спортивными сооружениями должна быть трава. И вот с этого года принято решение, что на территории не должны быть использованы шины». Назвать как можно больше профессий, связанных с медициной, перечислить слагаемые здорового образа жизни. В игровой форме с ребятами города детства сегодня занимались представители Вологодской областной детской клинической больницы. Серия познавательных уроков проходит на площадках городского проекта в рамках недели профессии. «В данном случае мы показываем профессию врача. Что такое профессия врача? Для чего это нужно? Какие врачи существуют? Я считаю, что дети в возрасте начинают уже задумываться о своем призвании. Каким дальше они будут? Инженерам, врачам, водителям. И поэтому если человек с маленького возраста уже хочет быть врачом, он будет к этому стремиться». Кроме того, ребята узнали, зачем в детской больнице педагоги. Ведь именно профессионалы занимаются с маленькими пациентами, когда те находятся на лечении, проводят игры, конкурсы, познавательные встречи. И, конечно, учат ребят, как быть здоровыми. «Это одно из занятий, но в большей степени оно, конечно, ориентировано на здоровый образ жизни и на пропаганду здорового образа жизни. Мы развиваем не только игровую деятельность, у нас также развито и прикладное искусство, и лепка, и реживопись, и графика. То есть очень много направлений различных». «Все было очень интересно. С нами проводили разные игры, конкурсы. Я никогда не лежала в больнице. Я даже не болела такими болезнями, что прям вот осложнениями такими. Здоровый, ну как, питание, здоровый образ жизни, все это помогает». Напомним, каждая неделя в городе детство тематическая. На этой ребята будут знакомиться с разными профессиями. Затем будет неделя, посвященная настольным играм и спорту. Расположение игровых городков можно посмотреть на интерактивной карте на сайте Вологда Портал. И прежде чем мы прервемся на рекламу, коротко о том, какие еще новости мы подготовили для второй части выпуска. Комиссия проекта «Жилкомнадзор» побывала сегодня в доме на улице Текстильщиков. Эдик У-16, он уже может разобрать автомобиль, но мечтает найти семью. Новый герой в рубрике «Хочу домой». Это события дня на ТНТ, и мы продолжаем. Конкретным работам четкие сроки. Комиссия проекта «Жилкомнадзор», побывавшая сегодня в доме на улице Текстильщиков, помогла наладить диалог между управляющей компанией РС-12 и жителями. А также ревизоры обозначили сроки исполнения всех ремонтов, которые управляющая организация пообещала провести в ближайшее время. Подробнее в ситуации разбиралась Мария Пазеева. Управляющая компания отчитывается буквально за каждый рубль. Сумма действительно внушительная – почти миллион рублей. Но и работ в доме номер 14А по улице Текстильщиков проведено немало. И все за счет текущего содержания жилья. Отмостки сделали нам, косметический ремонт в подъезде, заменили окна пластиковые. Но и нерешенные вопросы остаются. Благоустроить детскую площадку, заменить ограждение у цветников, залатать где-то необходимы швы, заменить входные двери и поручни, поставить автоматику регулирования тепла. Чтобы грамотно распределить средства, когда требуется такой большой объем работ, необходимо четко расставить приоритеты и наладить взаимопонимание между УК и жителями. Разбираться в текущих коммунальных вопросах сегодня сторонам помогали активисты проекта «Жилкомнадзор», представители городской администрации, молодежного парламента, Центра по работе с населением и общественностью. То, что касалось поручни, не было письменной заявки в управляющие компании. Они готовы это все сделать, но вот какая-то нестыковка. Я думаю, что наш проект как раз помог найти общий язык между жителями и управляющей компанией. А главное, были поставлены четкие сроки исполнения. Их комиссия указала и в протоколе. Забор у дома и забор детской площадки отремонтировать ставим срок до 15 сентября. Что касается дверей и поручней на подъездах, просто тогда с советом дома осметить и согласовать график проведения этих работ. Сам совет дома здесь инициативный. Многие работы в Алакжане готовы проводить, в том числе и за счет средств, собранных на капремонт. Но сейчас проходит этап перевода собранных денег на спецчет управляющей компании. Жильцы решили не дожидаться капитального ремонта, а проводить его постепенно. По нашему опыту, когда у дома есть избран активный совет, рабочий, трудоспособный совет с хорошим деловитым председателем, конечно, всегда собственникам многоквартирного дома лучше и комфортнее жить. Сегодняшняя ситуация, она яркий показатель хорошего совета дома. Кстати, все вопросы по поводу организации совета дома разъяснят в Центре по работе с населением, помогать в Алакжанам в решении коммунальных проблем и оценивать эффективность работы управляющих компаний, продолжит и комиссия проекта «Жилкомнадзор». В Алакжане могут обращаться на страницу проекта или в Центр по работе с населением. Его специалисты помогут выйти на представителей проекта. Мария Поздеева, Максим Тышковец, События дня. К новостям экономики. Новые в законодательстве, грантовая поддержка. Сколько получили вологодские предприятия на развитие бизнеса за прошедшие полгода и где получить ответы на вопросы введения своего дела? Короткой строкой в нашем дайджесте. Для малого бизнеса утвержден иммунитет от антимонопольного контроля. Такие изменения внесены в закон о защите конкуренции. Для приобретения активов на сумму менее 400 миллионов рублей предпринимателю больше не потребуется предварительное согласие в ФАС. Все это должно способствовать развитию этого кластера, который в Вологде является основой экономики. Предприниматели в Вологде за полгода получили финансовую поддержку, общая сумма которой составила более 21 миллиона рублей. Это микрозаймы, инвестиционные заемы, субсидии, гранты, направленные на развитие и поддержку производства. Самый крупный грант получил индивидуальный предприниматель, один из сельхозпроизводителей областной столицы. Около 10 миллионов рублей будут направлены на развитие семейной животноводческой фермы. Базовые принципы взаимодействия с внешним миром для предпринимателей. Бесплатные семинары по вопросам рекламы, брендинга, позиционирования пройдут в Центре содействия развитию предпринимательства и туризма Вологды 20 июля. Напомним, там же бизнесмены могут задать вопросы по ведению своего дела. В свои 16 он уже может разобрать и обратно собрать автомобиль, карбюратор, двигатель, аккумулятор. Такой герой сегодня в нашей рубрике «Хочу домой». Мы продолжаем рассказывать о детях-сиротах, воспитанниках детских домов в Вологде. И так надеемся исполнить мечту многих из них – найти родителей. Эдик, конечно, уже самостоятельный и взрослый, но все же он еще стремится найти приемную семью. Помочь ему в этом взялась наша съемочная группа. Как-то после смены приехала домой. Смена была довольно у нас трудная, сложная. Были проблемы на работе, так как группа у нас мальчишки одни. Такая довольно расстроенная, рассуждая, размышляя о смене своей, о проблемах. Мамой для детдомовских мальчишек Галина Вячеславовна работает уже два года. Переживательная такая должность. А в тот раз повод к переживаниям дал Эдик. Галина Вячеславовна рассказывает, что дома вечером долго не могла заснуть. Все думала о нем. Думала, что парень-то хороший, общительный и умный, талантливый. И вот актерские задатки неплохие. Ах, какая погода. Найду ли я свою принцессу сегодня? Роль в «Принцессе на горошине» для Эдика оказалась звездной. Аплодисменты на разных смотрах срывал не раз. И в романтический образ вжился. Берет, плащ, гофрированный воротник сидят ладно, но себя Эдик видит несколько иначе. Обычная зеленая форма, каска, автомат, бронж-жилет, берсик. Да, мечтает о военной службе. И по характеру она ему близка. Вот даже когда приходится актерствовать и на сцену выходить, волнительно и даже страшно, Эдик умеет совладать собой, унять дрожь и действовать. Качество настоящего защитника мужчины. И учителя говорят, парень ответственный, на него положиться можно. Ну, способный мальчик. Не всегда все, конечно, получается, но он старается, занимается, учит, к урокам готовится. В одном классе вместе с Эдиком учатся еще четверо воспитанников разных детских домов в Вологде. Класс дружный, и когда организовывают куда-нибудь поездку, родители скидываются так, чтобы смогли поехать все вместе. И лучший друг у Эдика тоже из семьи. Их сплотила любовь к машинам. Часами пропадают в гараже, чинят старенькую Ниву. Автомеханик или автослесарь из Эдика уже выходит неплохой. Ну, с Ильей делаем машину в гараже у него. Собираем, разбираем, там, чиним. Карбюратор, например, сломался. Можно посмотреть, что-либо подвеска, двигатель, что-либо аккумулятор. Сейчас Эдику 16. Выбирать профессию уже придется скоро. И он надеется, что ему помогут сделать выбор. Приемный отец. Пусть это будет он. Эдик считает, что ему пригодится совет мужчины. От мамы говорит, что хочет вкусной еды и сопереживания. Сопереживания главное. Еду же он умеет неплохо готовить сам. Хотел бы родители веселые, которые могли ходить по ходу, животное, чтобы на основном молодые, энергичные. Молодые, рассуждает Эдик, лет около 30. О таких родителях мечтает. Впрочем, он коммуникабельный, легко сходится с людьми. И воспитатели отмечают, что относятся всегда с уважением к старшим. А его мама, воспитатель Галина Вячеславовна, тем поздним тревожным вечером, когда ей не спалось, написала про Эдика стихи. Пусть не очень в рифму, но сердце, душу в эти слова вложила. Общительный, игривый и красивый. Такой мальчишка здесь живет. Пока он здесь. Но мы ведь точно знаем. Придет пора, и он семью найдет. Тем, кто готов стать родителями для Эдика, стоит позвонить Вологодскому оператору Государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей или в управлении соцзащитой городской администрации. Номера телефонов на экране. Юлия Махова, Максим Тышковец. События дня. На этом у меня все. С вами была Мария Суворова. Смотрите события дня на ТНТ. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»